К эстафете готовятся 50 участников. Всех их объединяет любовь к спорту. Им предстоит преодолеть настоящую полосу препятствий, начиная от бега на выносливость и заканчивая силовыми упражнениями. Впервые состязания по кроссфиту проходят на открытой площадке. Мероприятие направлено на популяризацию спорта и активного отдыха. Интересно тем, что в него входят очень многие различные виды спорта. Это как легкая атлетика, гимнастика, тяжелая атлетика и разносторонние силовые упражнения. И поэтому кто занимается, конечно, в результате получает хорошую атлетическую фигуру, уверенность в себе. Я думаю, что это популяризация среди другого населения, привлечет других, также заниматься данным направлением. Спортсмены были разделены на две категории – любители и новички. Для каждой группы своя степень нагрузок. Кроссфит включает в себя легкую и тяжелую атлетику, функциональное многоборье, а также целый комплекс из других видов спорта. Как говорят участники, преимущество Кроссфита заключается в его универсальности. Выкрепляет здоровье, новые интересы появляются. И, ну, я не знаю, моя жизнь немножко изменилась. Она стала более веселой, и много знакомых появилось, интересов больше стало. Появилась какая-то сила воли, начала достигать результатов, мне это понравилось, хочется больше и больше. По результатам соревнований было определено 12 призовых мест. Победители получили денежные вознаграждения, а также ценные призы. Это не последнее спортивное событие апреля. Уже в это воскресенье стартует футбольный сезон на стадионе «Спартак», где все желающие смогут поболеть за анапскую сборную. Никита Бойко, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа. Регион.